Свою жизнь превратила в цветы. Так можно сказать об учителе истории Галине Мурадовой, которая решила посвятить себя красивому делу – разведению тюльпанов. Площадь ее теплицы – 300 квадратных метров. Вот уже три года к 8 марта готовят для дам композиции из тюльпанов самых разных цветов и сортов. Нюансы цветочного бизнеса узнавала Марина Караева. Кто сказал, что желтые тюльпаны – вестники разлуки? Те, кто занимается их выращиванием, уверены в обратном. Этот цвет пользуется большой популярностью среди покупателей. Цветочная композиция из 15 тюльпанов уже готова и только для того, чтобы радовать глаз виновниц праздника. Букеты самых разных цветов – розовые, сиреневые, желтые и белые. Это сорт классического тюльпана. Мало кто из обладательниц этих букетов знает, какой труд стоит за каждым. Галина Мурадова по профессии – учитель истории. Любовь к цветам говорит от мамы. Выращивала различные сорта растений дома, но в последние годы решила превратить цветочное хобби в небольшой бизнес. Мне понравилось сначала привозить себе растения, а потом и покупать, а потом уже производить и уже радовать людей, чтобы им было тоже так приятно, как и мне. Теплица площадью 300 квадратных метров. Здесь выращивают классические и пионовидные тюльпаны и не только. Тюльпан любит воду для полива, здесь используют капельное рашение. Цветок считается капризным, поэтому в основном труд ручной – от посадки луковиц до срезки распустившихся цветов. Выращивание, конечно же, это очень сложный процесс, потому что здесь действительно он не любит высоких температур тюльпан. И нужно постоянно контролировать и температуру, и влажность воздуха. Поэтому здесь, конечно же, вот этот период выгонки – два месяца – это, конечно, очень напряженная работа. Важно знать, в какой период тюльпан можно снимать. От этого зависит, как долго он простоит в вазе. Когда они начинают окрашиваться, это вот самый момент, когда их нужно снимать, потому что они в любом случае немножечко постоят и все, и начинают расти. Потому что если им дать окраситься на луковицы, они не будут стоять в вазе. В следующем году цветоводы перейдут на новую технологию. Гидропоника – это когда растения выращивают на воде, без почвы. В специальный раствор добавляются в специальные контейнеры, эти луковицы накалываются на эколочки, и вот там они укореняются, потом растут. А чем такой способ лучше? Во-первых, понятно, что все получают питательный раствор. Во-вторых, это как бы легче чисто физически и чище, видите, вот немножечко как бы наше производство, оно красивое, но немножечко не совсем чистое, так скажем. И не совсем легкое, потому что чисто физически эти ящики очень тяжелые. А гидропоника полегче и легче контролировать процесс. В теплице тюльпаны перенесут в холодильник. Там при температуре плюс 2 градуса они могут храниться больше 20 дней. Сотни тюльпанов посадили специально к празднику в декабре прошлого года, чтобы цветов хватило на всех желающих. Параллельно здесь готовятся и к летнему сезону. Посадили рассаду летних культур. Это питунья, бегонья, бальзамин и бархатцы. Все они растут в торфяной почве, поскольку она рыхлая и для корневой системы она комфортна. Эти цветы смогут радовать жителей уже в апреле. Марина Караева, Ибрагим Чучиев. Новости Осетии.